йоу-йоу друзья в эфире детский выпуск кросс пол тв мы с мироном евгеньевичем по многочисленным кстати просьбам инстаграма зрителей решили запилить обзор на аутдор коляску туле urban glide 2 которую мы нещадно эксплуатируем уже два года коляска джип а для сравнения нам прислали ну как нам ему новую модель городской коляски туле spring то есть весна или ручей не знаю джип не просто так я называю ее джипом потому что нужно же как-то сравнивать обычный городской автомобиль с деревенским едем до мирона мы отправим покататься с мамой а я пока расскажу про туле urban glide 2 urban glide 2 это большая коляска довольно тяжелая 12 килограмм изначально она разрабатывалась для бегунов и у нее даже есть более длинная версия чтобы долго и счастливо бежать к счастью я не бегун и к счастью большая часть людей тоже поэтому чуваки и стулья все поняли и сделали нормальный такой джип с колесом которые нормально поворачивается раз уж я сравниваю с джипом то давайте расскажем про подвеску здесь отличные амортизаторы они действительно очень хорошо работают и в этом есть и минус по брусчатке этого вообще не чувствуется и мелкого сложно ушатать на этом дыр 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 приходится залезать на большие камни как он любого нормального джипа есть функция блокировки здесь поворачивается такая штука и когда нужно по какому-то снегу песку проехать или камня мы не хватает колесо болтается фиксируешь и все становится заметно лучше теперь про тормоза с тормозами здесь в целом все хорошо есть стандартный тормоз ножной вот такой вот он фиксирует оба колеса сразу фиксирует хорошо но есть минус вот это вот красная штуковина она достаточно маленькая твердая с углами и когда летом жарко в тапках или в каких-то шлепках не очень комфортно иногда больно это нажимать но самое крутое это ручной тормоз который есть на этой коляске это совершенно офигенная штуковина особенно если вы живете в гористой местности потому что ты можешь как у нормального велика плавным движением таким вот как газ у мотоцикла регулировать торможение и если ты например идешь вниз по скользкой горке или просто там нормальный уклон у тебя там все загружено ребенок и те нужно вот прям всем корпусом держать спина болит там плечи болят обычной коляске на этой нет ты просто делаешь вот так и еще и сам за эту коляску держишь именно поэтому красной поляне она столь популярна за счет проходимости вот этого кручного крутого ручного тормоза и его еще можно регулировать настраивать там как у велика все хорошо далее что нужно сказать про безопасность в этой коляске дофига светоотражаек вот здесь вот по контуру козырька и на колесах по бокам все это хорошо видно с любой стороны я считаю что это важно дополнительная история к безопасности это такая петля чтобы коляска вдруг не уехала из руки я этим пользуюсь редко но в принципе хорошая опция вдруг чё раз заговорили про ручной тормоз давайте поговорим про саму ручку ручка очень крутая ее придумал какой-то реально умный чувак спасибо ему она сделана с переменным изгибом для чего это сделано можно держаться вот так анатомично и это здорово что они об этом подумали можно держаться одной рукой она регулируется в несколько положений это нужно либо ты очень-очень высокий либо ты просто идешь куда-то вниз например с крутой лестнице эту коляску так она это позволяет потому что подвеска колеса джип все дела и это комфортно либо ты куда-то там ползешь либо ты там маленькая девушка маленького ростика либо ты вообще ребенок и хочешь покатать коляску мирожка уже например достает до сюда ему нравится эту коляску катать из минусов регулируется практически все здесь двумя руками как говорят хорошая коляска должна позволять все делать одной рукой с этой точки зрения коляска никакая все нужно делать двумя руками теперь я покажу как она собирается это не лучшая ее функция но надо сказать что это все-таки коляска для сельской местности и действительно удобно ее использовать когда она у тебя где-то там во дворе или в гараже дома и ты ее не перетаскиваешь не затаскиваешь ни в какие лифты тем более в обычные советские лифты она не влезает на почту мы не попали не пролезли по ширине колес для того чтобы сложить берем вот эту синюю штуку поворачиваем и коляска у нас складывается вот таким вот образом и в условиях грязной российской зимы мы должны ее вот так вот аккуратненько поднять и сразу положить в багажник это 12 килограммов плюс еще что-то там лежит но не каждой матери это по плечу вернее по спине как вы видите коляска достаточно большая и широкая и длинная здесь вот еще ручка мешает и вот это вот торчащая полочка которая доп опции и ты вот эту колеску загружаешь в багажник а если багажник маленький то коляска не вылезает и приходится еще а так вот отстегивать каждый раз колеса поэтому если у вас коляска джип то и машина у вас тоже должна быть наверное джип или пикап вот это вот вы видите фиксатор это наверное самый основной косяк этой коляски он постоянно ломается либо ты там как-то взял ее неосторожно либо просто дернул и у меня это уже третий но круто что в россии есть представительство туля и у них можно заказать эту деталь давайте теперь расскажу о салоне обычно это типичный косяк джипа когда комфорт пассажиров не самое важное так и здесь про салон здесь думали на мой взгляд явно меньше с одной стороны все выглядит неплохо вот он пятиточечный ремень который нормально фиксируется ребенок вроде бы хорошо закреплен но вот эти вот штуки не очень удобные они маловаты они тут не к месту как вы видите дружат с фиксаторами а когда ты опускаешь коляску они натягиваются и это меняет длину ремней а мир он тут а он в коляске а его сюда не посадить час по давай чтобы рассказать про салон нам понадобится эксперт как и у любого джипа с салоном могут быть проблемы так залезай залезай с одной стороны вроде бы все хорошо вот он пятиточечный ремень удобно что эти штуки вставляются по отдельности они строго вместе как на некоторых креслах штуки мягкие для крепления на плечах маловаты и узковаты в итоге вообще непонятно что они как делают и как вы видите вот час максималочку сделаю вот это мир он сидит максимально наклоненный это не максимально вот мы даже подкладываем видите он интуитивно сдвигается вперед вот так вот потому что угол уклона недостаточный поэтому мы сюда подкладываем плед и в целом норм опять же если мы полностью опускаем коляску так мирон сарямба сейчас я сейчас приляг на секундочку а ну ладно 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 да она не полностью горизонтальная была бы полностью горизонтальная можно было бы туда укладывать и совсем малыша конечно же все не просто так выше должны приобрести отдельную люльку для младенца конечно за дополнительные деньги можете вылезать и так страус пошел поэтому шведские инженеры изобрели еще одну штуковину весом в 6 килограмм который вот таким вот хотел бы я сказать элегантным образом но нет превращается превращается в люльку ставится эта люлька на коляску при помощи переходников которые идут в комплекте с люлькой малыш там спит нет не спит пока никто ты там спал на самом деле мирон ты там тоже не спал тебе не нравилось вообще на мой взгляд единственная классная опция вот этой люльки в том что она складывается ее удобно убрать в кладовку вот таким вот образом люлька фиксируется на коляске с точки зрения эстетики хочется убрать вот эту ткань с козырьком но во первых там без бутылки не разобраться поэтому если собрались сразу берите а во вторых мы решили что удобнее не заморачиваться и ничего не снимать потому что вот в эту ткань можно будет убирать какие-то нужные вещи потому что в люльке с карманами история так себе честно скажем что мирон в этой люльке особо не лежал там ему было слишком много места и в основном он катался просто в автомобильной переноске эту люльку нельзя поставить в автомобиль потому что ребенок там никак не фиксируются и она ремнями тоже не приделывается просто вот так вот гулять около дома ну тоже не зашло за дополнительные деньги вы можете приобрести к люльке чехол от дождя кстати нормальный потому что он с окошком и москитную сетку вместо вот этой люльки подойдет автомобильная переноска нашему по крайней мере было в автомобильной намного комфортнее и его можно не трогая там не разбудив из автомобиля в коляску занести нормально домой и так далее компания туля сделала несколько типов переходников для самых популярных брендов автокресел поэтому если вы покупаете коляску туля то посмотрите какое автокресло будет подходить с переходниками к этой коляске багажник небольшой зато он со всех сторон закрыт здесь он закрывается на молнию но в него не очень удобно что-то убирать если у вас коляска находится вот в лежачем положении также есть дополнительный багажник это опция за дополнительные деньги вот такая вот штука в которую можно положить что-то очень небольшое и на мой взгляд это какая-то устаревшая совершенно история потому что сюда влезает только бутылка воды и какие-то мелочи причем вот эта штука вроде бы сделана судя по дырке для наушников для смартфона но современные смартфоны туда не влезают такое ощущение что на новую коляску положили какой-то багажник с дизайном от старинной спортивной сумки но ничего другого нет либо перешивать ну либо можно сюда вешать какую-то небольшую обычную сумку или поясную главное не сильно тяжелую у коляски специальная конструкция чтобы было удобно бегать и это действительно удобно я проверял у тебя ноги достаточно далеко могут уходить не зацепляясь за коляску но и центр тяжести здесь где-то вот на уровне колес поэтому если вы сюда положите что-то тяжелое повесите тяжелую сумку ребенка там нет то коляска может легко упасть поэтому такой маленький багажник видимо и сделали еще одно маленькое отделение для хранения вещей это вот такая штука там для дождевика или для накомарника и сзади сетка тоже для каких-то вещей у нас там обычно лежит дождевик из вентиляции здесь сетка доступная только в лежачем режиме и такая вот армированная пленка в закрытом положении коляска выглядит вот так здесь вентиляция ее можно закрыть также можно прикупить за дополнительные деньги дождевик но у этой коляски он откровенно неудачный потому что здесь нет окна на моментально запотевает и нужно будет что-то изобретать и прорезать здесь какую-то дырочку потому что у нас берон в этой запотевший подводной лодке сидеть не хотел и приходилось его снимать и выбирать что у него будет сухое либо ноги либо через полчаса промокнет козырек как и у любого джипа у тули urban glide есть проблемы с парковкой при передвижении в мегаполисах и в старых городах европы во-первых широкая колесная база эта коляска не влезает в старый советский лифт это очень важно она влезает не во все двери и на всяких узких улочках например там в праге где-то в тбилиси мы с собой брали мы много где просто не могли проехать и в итоге носили мирона в переноске но есть и плюсы в аэропорту на нее можно сгрузить вообще все еще и чемодан и если все занято можно и самому посидеть коляска действительно прочная и на ней спокойно может сидеть взрослый человек производитель этого не рекомендует но в аэропорту или на вокзале в эту коляску можно сгрузить абсолютно все вещи она их выдержит то есть она реально 100 килограмм выдерживает вот просто в гадалки не ходи так что хотелось бы коляске наверное поставить 4 балла из пяти но это как купить джип и жаловаться что он большой но поэтому ставлю честно и пять с минусом условиях красной поляны и вот я такой появляюсь в кадре уже с городской коляской чтобы вы могли сравнить это новая модель коляски туля под названием spring и она короче она уже сейчас я вам покажу вот она заметно уже и она пролезает в те самые лифты в те самые двери и она более приспособлена к городским условиям то есть обычный скажем так седан или хэтчбэк сразу скажу что это штуковина для хороших дорог поэтому из амортизаторов здесь всего один он спереди сзади колеса жесткие с одной стороны это минус по большим камням погрязи какой-то по снегу не поездишь но есть и плюсы когда вот это дыр 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 мелкий быстрее ушатывается и засыпает если сравнить ручки здесь все оказалось бы удобнее смотрите как быстро регулируется длина но с другой стороны нет вот этого очень крутого ручного тормоза и для меня в красной поляне это огромная проблема это наверное вообще ключевой момент если вы живете в холмистой местности то вот это просто офигенно и только ради этого стоит покупать коляску с хорошей амортизации и с ручным тормозом зато есть конечно стиль она круто выглядит и здесь все сделано типа как у харлея типа такой весь кастом ты сам собираешь себе базу вот у нас черная база и дополнительно сразу приходится покупать капор ну или этот козырек и и сидушки их там шесть или восемь цветов вот мы выбрали такой типа оливковый ну просто потому что он вроде бы прикольный и не очень видно всякие пятна в отличие от urban glide а где на колесах есть светоотражающая поверхность здесь светоотражайка есть только на козырьке и если вы хотите на колесах ее здесь нет ее надо докупить за дополнительные деньги вот эти вот штучки светящиеся они точно такие же как были черные только с нанесением ну можно просто купить какой-нибудь краски либо наклейки светоотражайки сделать это самому но если вы любитель кастома то эта коляска как раз для вас сейчас мироном поставили светоотражайки вообще вид имеет теперь бомбический rnb можно до заказать вот такую вот штуковину для бутылки можно до заказать вот это вот крепление эту ручку и там еще много всяких прикольных девайсов которые с удовольствием помогут облегчить ваш кошелек это важно относительно urban glide здесь лучше сделана спинка она выше это хорошо такой же угол уклона не до конца но это уже прогулочная коляска не для совсем малышей поэтому не так критично здесь отличная вентиляция вот большой кусок сетки который можно закрыть если он вам не нужен если мелкий спит то здесь еще одна хорошая вентиляция в целом все продумано за дополнительное бабло можно также купить москитную сетку и дождевик причем дождевик здесь классный у него удобное окошко он удобно зацепляется и действительно хорошо продуман с багажником также все попроще сзади есть сетка для каких-то мелких вещей на там обычно лежит дождевик и здесь такой открытый багажник причем посмотрите он с боков такой сетчатый и если очень грязная погода то может закидывать вещи грязью но мы пока не не видели такой проблемы ну и вот наверно не очень хорошо что он открытый все-таки заныкать что-то чтобы это не запачкалась этого не было видно это нормальный плюс с точки зрения удобства ребенка мирону эта коляска нравится намного больше он туда прям сам залезает здесь пятиточечный ремень можно крепить только за пояс только за плечи как там захочет ребенок или как захотите вы сами и она очень прикольно складывается здесь под тканью такая вот штуковина раз и все и кладешь эту штуку в багажник удобно здесь нормальный прочный фиксатор вот он но кстати коляска весит не многим менее вот этой огромной это 12 килограммов а это десять с половиной в принципе немало но зато она намного компактнее и если вот эта коляска в нашем opel astra занимает вообще все место то с этой остается куча места ну мирон рассказывай иди сюда какая тебе коляска больше нравится это да мирон сразу оценил как только коляска приехала он сразу же туда забрался ему очень нравится в ней кататься достигнули тебя доволен кататься наверное про основные истории рассказали что выбрать джип или городской автомобиль на мирон папе удобнее возить мирона на этой коляске а мирону больше нравится вот на этой ну поехали по дыр 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 чел что хоп телепорт мы уже у нас в офисе чтобы я смог рассказать перед компьютером про тест-драйв колясок туле в москве это прикольная опция которую бренд сделал вместе с московским сервисом next to you точка ру вы заходите на сайт ссылка будет под видосом в описании в первом коменте и если вы переходите по этой ссылке то у вас там еще автоматически скидосик появится вот мы переходим в тест-драйвовый каталог там есть несколько моделей на самом деле практически все в нормальной комплектации вы выбираете коляску и в зависимости от модели стоимость будет за неделю от 3 до 6 тысяч рублей минус скидка вам приезжает эта коляска вы ее неделю юзаете если хотите дальше продолжаете если нет отправляете обратно и дальше если вам понравилось и вы хотите эту коляску купить то стоимость тест-драйва не считается если вам понравилась коляска то вы ее покупаете а стоимость тест-драйва не считается вы ее не оплачиваете отправляете тестовую коляску обратно вам приезжает точно такая же только новая если не подошло то просто вот вы за неделю потестили хорошую коляску туле далее если хотите купить то также от нас промокод я его также напишу под видосом в описании в первом коменте ну мелочи приятно хотя даже и не мелочь нормальная скидка видео получилось довольно длинное больше 20 минут но я решил что лучше я буду так занудно описывать все нюансы которые показались важными мне ведь детская коляска для большинства людей это первая такая покупка в отличие например от автомобиля который я кстати выбирал намного проще сосед продавал я такой забираю а с коляской все было не так поэтому я постарался рассказать вот про все эти мелочи и надеюсь что это вам очень пригодится особенно если вы хотите хотите не только во дворе гулять но и во всяких интересных местах где нет асфальта ну подписывайтесь на наш канал бла-бла-бла там подписка вот этот колокольчик увидимся надеюсь в горах